Ну что, дорогие друзья, голос to the moon все-таки напрашивается к Ripple XRP. Дело в том, что FIMEX криптобиржа повторно запускает Ripple XRP. И теперь вот то, что ранее пользователи писали, а именно хэштег релиз XRP, он воплотился в реализацию. И этот повторный листинг может быть первым из немногих, поскольку учреждения получают уверенность в том, что Ripple может выиграть дело, возбужденное против него SEC. И, соответственно, FIMEX, когда ранее исключилась списка XRP, криптобиржа и отметила, что это действие было мотивировано иском SEC против Ripple и последующими действиями ряда других бирж. Насчет причин своего повторного запуска XRP биржа заявила, что существует высокий спрос на токен. Поэтому мы видим опять-таки релистинг, значит, токена XRP на биржу FIMEX. Что касается рынка криптовалют, в последнее время мы видим, что Ethereum, конечно же, взорвал все ожидания. То есть сейчас его стоимость 3 324 доллара. Напомню, что цена доходила до 3450 долларов. И, соответственно, мы сейчас видим такую небольшую коррекцию на рынке криптовалют. Что касается моих прогнозов за вчера, кто смотрел видеоролики, то я прогнозировал то, что здесь по XRP мы, значит, с вами пойдем на зону поддержки доллара и 40 центов. Да, и, естественно, отсюда уже можно брать короткий лонг и играть на росте. А куда я ожидаю, что цена XRP придет? То есть здесь, согласно вот этому падению, мы можем с вами пофлотовать и затем уже выйти и перебить зону сопротивления, которая у нас сформировалась за последнее время. Это доллар и 66 центов, естественно, выйти на перехай доллары 96 центов, дойти до 2, а там уже посмотреть, куда дело пойдет. Потому как я считаю, что перехай обязательно будет в ближайшие недели, потому что биржа Femex, конечно, которая уже повторно запустила торги XRP, она, конечно, дала сигнал о том, что действительно Ripple будет расти. Что касается, значит, Брэль Гоинхаус, то он вообще заявляет, что во всем мире только США не рассматривает XRP как валюту, давая какие угодно другие определения. И азиатские страны в этом плане опережают США по четкости регулирования криптовалюты. И генеральный директор Ripple упомянул некоторые ведущие технологические центры в Азии, да. И он пояснил, что Южная Корея и Сингапур у них есть четкая нормативно-правовая база в отношении криптовалют, в отличие от США. Почему они, в принципе, и в криптографии опережают, значит, развитие. Ну, а прервимся мы на небольшую рекламную паузу и дальше мы разберем по поводу SEC, что же там в итоге будет. Ну, а спонсор видеоролика, честно, надежный проект, которому можно верить и на котором можно делать большие деньги – это Cryptleaks.com. В данном проекте реально можно увеличить свой криптопортфель на десятки тысяч долларов, так как команда данного проекта – одни из лучших специалистов по трейдингу на рынке. Проект просто супер, был проверен на честность, выплачен быстро вклад и накопленные дивиденды без всяких проблем. Это, правда, один из лучших проектов на рынке, где можно надежно заработать очень хорошие деньги. Рекомендую знакомиться. Ссылка на проект в описании под роликом. Если мы говорим про SEC, то держатель XRP напрашивается на возбуждение производства против них в деле Ripple. И SEC, не менее, отмечает, что инвесторы не были включены в выиск в качестве ответчиков, потому что регуляторов счел такой шаг нецелесообразным. Пытаясь смешаться в качестве сторонних ответчиков, заявители хотят, по сути, стремятся вынудить SEC возбудить производство в отношении отдельных инвесторов на вторичном рынке XRP. Также регулятор сообщает, что сам может решать, против кого возбуждать производство на основании ряда факторов. Ведомство должно оценить не только сам факт совершения правонарушения, но и целесообразность расходования ресурсов на то или иное правонарушение, а также вероятность успеха в соответствии общим политикам ведомства. И, безусловно, располагает ли оно достаточными ресурсами, чтобы заниматься этим вообще. То есть, здесь мы можем отметить, что регулятор, конечно, не приветствует... То есть, сам комиссия по ценным бумагам, она не приветствует, значит, конечно же, сторонников XRP. Она не приветствует и не видит их в качестве ответчиков. Да, и с учетом высокого интереса к этому разбирательству, участие тысяч инвесторов уже оказалось чрезвычайно разрушительным для судебных конференций судьи Netburn. Таким образом, если инвесторам будет позволено мешаться, это создаст опасный прецедент для будущих правоприменительных действий SEC и откроет врата для присоединения инвесторов в дальнейшем. Говорится здесь. Поэтому здесь определенно SEC не допустит, чтобы там несколько тысяч или хотя бы несколько инвесторов были ответчиками. И поэтому здесь речь идет о том, что Ripple и SEC будут разбираться сами, без каких-либо сторонних людей, а вернее физлиц. Говоря про владельца Grayskilt, он готов увеличить вложения в Bitcoin Trust до миллиарда долларов, а именно 750 миллионов долларов будет вложено в Bitcoin Trust для стабилизации курса. Что касается Grayskilt, за последнее время мы видим, что здесь Grayskilt продает криптовалюты. То есть за последние 30 дней она не покупала Bitcoin, она не покупала Ethereum. То есть наоборот были токи, наоборот были продажи. Что касается новых трастов, то здесь конечно поинтереснее. То есть новые трасты, они пополнялись. И поэтому мы видим, что Grayskilt ставит все-таки ставку на такие проекты, как Filecoin, Chainlink и другие трасты, которые были недавно добавлены. Если мы говорим про создателя Ethereum, Виталика Бутерин, то вчера он официально стал миллиардером. Да, и уже после подъема курса Ethereum свыше 3000 долларов, Виталий Бутерин теперь он считается миллиардером. То есть на его счету, значит, все-таки токенов 335 тысяч с половиной. Да, это довольно-таки крупная сумма сейчас. Да, и это миллиард долларов по текущему курсу. Что касается главы XRP-L Labs, он присоединяется к техническому директору Ripple в голосовании за сокращение запасов XRP-L. И резервы XRP-L следует обозначать как минимальную сумму Ripple XRP, хранящуюся в учетной записи XRP-L для пополнения некоторых действий в цепочке блоков. А именно, резерв счета это наименьшая сумма, которая может быть отправлена для пополнения нового счета в бухгалтерской книге. То есть минимальная стоимость транзакции по XRP-L. В то же время, к сегодня он равен 20 XRP, это 28 долларов на момент публикации. То есть валидатор, управляемый винтом, голосует за то, чтобы это число уменьшилось до 10 XRP, то есть 14 долларов США. Кроме того, резерв владельца, который должен храниться дополнительно для каждого объекта, который хранится в той или иной учетной записи XRP-L, необходимо сократить с 5 до 2 XRP. И утверждает винт, кроме того, голосование может пересмотреть ссылочную плату или количество токенов XRP, уничтоженных для авторизации ссылочной транзакции в самом дешевом периоде XRP-Ledger. Ну, то есть это довольно-таки тоже интересный шаг. Почему? Потому что когда вы регистрируете кошелек или вы там заводите аппаратный кошелек Tracer, у вас должно быть на кошельке 20 XRP. Да, и если мы вообще заходим наперед, и если XRP будет там 20, 30, 50 долларов, прикиньте, какая сумма нужна вам, чтобы хранить Ripple XRP. То есть сейчас эта сумма там равна, да, условно говоря, где-то там 30 долларов, да, то есть если вы покупаете там 20 XRP, вам нужно их держать обязательно на кошельке, чтобы пользоваться кошельком, да, и чтобы его, по крайней мере, активировать. А потом, если цена XRP будет 3, 5, 10, то чем больше, тем хуже для тех холдеров, которые начнут, собственно, покупать XRP. А будут они покупать XRP, опять-таки, при курсе там 5, 7, 10 долларов. То есть помимо того, что они купят XRP, им нужно еще будет 20 XRP оставить на счету, чтобы активировать тот самый кошелек и чтобы им пользоваться. Поэтому это тоже очень довольно-таки интересный факт, потому что холдеров XRP нескончаемое количество, и всем им нужно, чтобы было 20 XRP на счетах. И это довольно-таки очень интересно, то есть это своего рода даже антиинфляция, да, почему? Потому что эти XRP хранятся на кошельках, и они никуда не денутся, да, то есть 20 XRP, они остаются на кошельках, то есть они как бы заморожены отчасти. Поэтому это довольно-таки тоже круто, это создает антиинфляцию XRP, и так как XRP сам по себе ограничен, да, всего токенов будет 100 миллиардов, возможно, эмиссию опять-таки сожгут половину и так далее, но это в потенциале XRP поднимет токены, цену токена, да, я считаю, что цена токена будет там и 5, и 10, и легко сможет быть 30 долларов за одну монету XRP. Ну а сам был Криптовтей, всем до сих пор, пока и до новых встреч. Надежный проект, в котором реально можно зарабатывать каждый день хорошие деньги, это Креплис.ком. Иду поставить видео на паузу и прямо сейчас ознакомимся с этим суперпроектом.